Она нехорошая, потому что нам сейчас, как и в начале года, и второй раз осенью, просто показали, что такое этот российский в кавычках федерализм. Но его не просто нету, а он уже в какой-то просто издевательской антиформе представлен. Так нельзя, ну вот грешно так делать. Это даже с моральной точки зрения нехорошо, потому что люди до такой же степени отчуждены от какого-то процесса принятия решений у себя в регионе. Они уже ни на что не влияют. Это плохая история. Наталья Васильевна, вы уже не первый раз сегодня с иронией термин «федерализм» употребляли, ставите его в кавычки. А вот скажите так, можно ли назвать период в истории, наившей истории России, когда эти кавычки пытались снять, когда превратить страну в настоящую федеративную? Ну, знаете, у нас спор всё время у людей моей профессии. Всё-таки 90-е — это была попытка федерализма или тупая децентрализация, когда центр ослаб. Возьмите суверенитет сколько хотите. Да, ну и как-то вот там народ ковыркался, ковырялся как мог. Я бы так сказала, что в большей степени, это моё личное мнение, в большей степени это, конечно, была децентрализация со слабым центром, но какие-то институциональные основы федерализма она заложила. Другое дело, что они были слабы, их оказалось очень легко выкорчевать буквально на исходе десятилетия. И мы этот процесс наблюдаем сейчас уже в шаржированных формах. Вот то, что мы видим, это шарж. Это даже не просто забвение федерализма, а это уже вот в ту сторону минуса, да, уже с карикатурными какими-то вещами. Меня вот это убивает. Ну ладно, вы не хотите этого федерализма. Понятно, у вас другой стиль мышления. Ну не глумитесь же, пожалуйста. Ну вот хотя бы без этого. А чем это грозит? Какие могут быть вообще последствия? Это плохая история, потому что плюс страны в её разнообразии. Разнообразие помогает переживать сложные периоды. Система, которая стоит на многих основаниях, она гораздо более гибкая, чем вертикаль. Ну она как пружинка, да, здесь хуже, здесь лучше, вместе как-то выдержали. Вся история учит, что федералистские системы более устойчивы. Ну ещё раз хотите попробовать на своём опыте? Ну попробуйте. Но вот эти страхи, это вертикализация мозгов всегда во всём. Неизбывное свойство российского управленческого класса. Они должны контролировать всё.